Здравствуйте, уважаемые коллеги! С вами снова магазин Мир Моделей, меня зовут Павел. У нас сегодня с вами очередная встреча. Она сегодня будет у нас, так называемая, обзорная экскурсия по новинкам, пришедшим в наш магазин. Сегодня мы обрадуем любителей флота, в частности, большого масштаба, такого как 1 к 200. Все очень хорошо знают модели от фирмы Trompeter Missouri в 200-м масштабе и Bismarck. И вот одна из горячих новинок. Это модель от компании Merit. Это модель в масштабе 1 к 200, японского броненосца Mikasa, изображенного здесь на 1905 год. Небольшую историческую часть, я не буду вдаваться в подробности, это все прекрасно могут найти в интернете, многие это все уже знают. Ну, это один из самых известных броненосцев, японских, поскольку он был флагманским кораблем адмирала Togo в Сущинском сражении. Вот, поэтому броненосец широко известен. Это один из двух кораблей, которые остались с тех времен, по-настоящему, это крейсер Avroa, широко известный, находящийся в Санкт-Петербурге, на плаву, и броненосец Mikasa, который в данный момент, уже в давно отреставрированном виде, находится в Йосоке. И, в отличие от крейсера Avroa, он по ватерлинию погружен в грунт. То есть он как бы стоит, тоже как корабль-памятник. И, в принципе, если кто-то был в Японии, можете зайти посмотреть на реальный исторический боевой корабль. Единственное, что скажем, что Япония сама по себе данные броненосцы не строила, а заказывала их в Англии. И все известные японские броненосцы являются, по сути, прототипами английских боевых кораблей, которые строила по заказу, как правило, на фирме Виккерс, широко известной. Ну, а теперь перейдем к обзору данной модели. Итак, в масштабе 1,200, хотел бы обратить внимание, конечно, на размеры. 65 см длина, 12 см ширина. Здесь у нас инструкция. Это так называемая хорошо известная всем книжечка. Я думаю, что персонально я ее показывать вот таким образом не буду. Также входит цветная инструкция по покраске данного корабля. А теперь переходим непосредственно к обзору содержимого. Две половинки корпуса. Сразу видно, насколько это чувствуется в размерах. Вот таким образом. Единственное, что хотел бы сразу обратить внимание на то, что иллюминаторы придется, естественно, засверливать. И подклеивать с той стороны. Заливать какими-то веществами, которые имитируют стекла. И так далее. Хотя, в принципе, я так знаю, что в основном в боевых условиях иллюминаторы закрывались броневыми крышками, а в некоторых случаях даже и заваривались. Дорогие наши зрители, здесь очень большое количество литников. Вот это все большое количество. Таким образом. Тем более, я хотел бы обратить внимание, я вам только что показывал две половинки корпуса. Для усиления используются вот такие вот, как вот поперечные распорки. Это для того, чтобы при приклеивании и склеивании у вас не повело борта корпуса. Вот. Также хотелось бы обратить внимание, здесь вот я вам представляю носовую и кормовую оконечность корабля. Это барбет на установке орудий главного калибра. Хотел бы обратить внимание на очень тонкую, аккуратную, имитацию палубного настила. Я думаю, что если ее очень аккуратненько покрасить, и потом пролить различными выделителями расшивки, то смотрится она будет очень даже естественная. Поскольку эта модель новая, еще пока нету дополнительных наборов, я думаю, что скоро появятся различные дополнительные наборы, такие как палуба, появятся также отдельно стволы. Таким образом, очень много деталей. Ну, вот, например, я сейчас покажу только что я сказал про стволы. Они, вот, например, здесь вот это орудия 152 мм, это 305 мм. Их надо, конечно, будет дорабатывать, если нет, здесь орудия уже засверлены, а здесь большие орудия не засверлены. Значит, их нужно будет засверливать аккуратненько. Очень аккуратное, четкое, тонкое литье. Напоминает это, очень напоминает фирму Трумпеттер, как она делает, ну, думаю, что это какое-нибудь из отделений, фирма называется Merit. Я думаю, это что-нибудь, какие-нибудь филиалы того же Трумпеттера, хобби-босса и так далее. Вот аккуратно данные, опять же, трубы, шлюпки, оборудование, большое количество деталей. Также есть вот такого вида подставка. Такое ощущение, что корабль стоит в сухом доке на кель-блоках. Башня главного калибра здесь. Хотел бы обратить внимание, что вот здесь вот есть вот такая вот табличка, фототравленная. С обратной стороны идет якорная цепь, вот она здесь уже есть в наборе. Ну и также набор фототравления, различные вентиляционные решетки, трапы. Вот. Травление, конечно, немножко такое, оно как бы, как вот Трумпеттеровское. Ну, вот набор лееров, и также различных ограждений, и также дается декаль. Вот так, уважаемые коллеги, вот сегодня такая небольшая у нас обзорная экскурсия по новинкам нашего магазина. Вот сегодня мы смотрели на новинку фирмы Merit. В 200 масштабе это японский броненосец Mikasa. Что бы хотел сказать, что интересная очень модель, я думаю, что скоро очень различные производители всяких дополнительных аксессуаров включатся в гонку. Будут различные варианты палубы, настилов, якоря, пушки. Я думаю, шлюпки будут отдельно. Вот. Хотел бы сказать одно, что это первая модель в пластике в 200 масштабе именно броненосца периода русско-японской войны, скажем так. До этого они были только в 350 масштабе. Очень хочется надеяться, что товарищи китайцы в конечном итоге, кроме знаменитых японских кораблей, когда-нибудь возьмут и сделают, например, цесаревич в 200-ом или ослибе. Есть огромное количество интересных, красивейших русских броненосцев, которые были именно противниками данного корабля, участвовали в сражениях. Многие были потоплены в этих сражениях. И хочется надеяться, что в дальнейшем они не, так сказать, умерят свой пыл, будут выпускать эту линию кораблей, ну, как я сказал, направление. Будут и дальше. Здесь я хотел бы еще вдобавок показать еще две очень хорошие боковые проекции. А здесь проекция сверху. Очень интересный знаковый корабль. Я надеюсь, что в дальнейшем производители моделей все это же сделают что-нибудь подобное, но для российского флота. Очень бы хотелось на это надеяться. Ну, а с вами сегодня я буду прощаться. Меня зовут Павел. Это магазин моделей. Всего самого лучшего. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok